Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. Лисичанской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который совершил открытое похищение чужого имущества. Совершенное повторно, сообщает Пресс-служба прокуратуры Луганской области. Установлено, что в октябре 2016 года ранее судимый злоумышленник открыто завладел денежными средствами местного жителя, выхватив из рук кошелек. Правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Лисичанским городским судом обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы. Северодонецкий мэр Валентин Казаков выступает с инициативой частичной оплаты коммунальных услуг горожан за счет местного бюджета. Об этом городоначальник заявил в прямом эфире телеканала Ирта. «Эти тарифы не являются правомерными. Людям сложно их оплачивать», – сказал чиновник. Он отметил, что сегодня теплоснабжение предприятия устанавливает свои тарифы ультимативным способом, и помочь населению можно лишь путем уплаты части их счетов. Для того, чтобы помочь малоимущим, тем, кто не в состоянии оплачивать услуги отопления, горячего водоснабжения и поставки электроэнергии, Казаков предлагает зарезервировать некую сумму средств в городском бюджете. Кроме того, он высказался за то, чтобы направить на эти цели неизрасходованные в этом году бюджетные средства. Дополнительные каникулы установлены в школах Лисичанска с 1 по 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета. Как отмечают у ведомств, решение было принято с целью сохранения здоровья школьников, профилактики и эффективного противодействия распространению заболеваний гриппа и ОРВИ. Завтра в 15.00 состоится 18-я сессия Рубежанского горсовета. Об этом сообщается на сайте ведомства. Депутаты должны рассмотреть 58 вопросов. Среди них – принятие положения управления здравоохранения, программы социальной и правовой защиты детей, дети города на 2017-2021 годы. Также пока идет ремонт здания, в котором находится управление пенсионного фонда в городе Рубежное, есть необходимость снять уплату за аренду. Помимо этого, Горсовет хочет заложить 250 тысяч гривен на покупку городской елки и украшений, 30 тысяч гривен на покупку двух стиральных машин для домов семейного типа и 16,5 тысяч гривен на бензин. Это были все новости на данную минуту, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся завтра ровно в полдень на радио 49-я параллель.